Игла, прострочка, обметка, утюжка. Со всем этим на ты не только женщины, но и мужчины. Нетипичный представитель профессии швея Артем Гороган решил принять участие в конкурсе профессионального мастерства лучшей по профессии 2024 в номинации лучшая швея по сибирскому федеральному округу. Мужчина надеется на свой опыт и профессионализм. Сейчас у Артема свой бренд одежды, но начинал он с малого. 15 лет назад я себе любимые мои брюки пришлось вывернуть наизнанку, потому что они от солнца выгорели классические. Я их сам взял, разобрал и сшил иголкой и ниткой. И как бы никто не поверил, что я их сделал вручную. После этого мне это все понравилось, как бы заинтересовала эта идея. Я купил себе профессиональную книгу по кройке, шитью и конструированию мужской и женской верхней одежды. Изучил ее и таким образом стал кроить, то есть стал конструировать, моделировать изделия. Мужчина по образованию сварщик, но профессию по призванию освоил самостоятельно. На сегодня проблема нехватки швей присутствует во всех регионах страны. В крайнопроизводстве в отрасли легкой промышленности работает порядка 2000 швей. С целью привлечения внимания к специальности накануне профессионального праздника работников сферы проводят двухдневный форум. На нем обсудят актуальные вопросы и обменяются опытом. Но основное мероприятие это все-таки конкурс. На него приехало 19 участников из пяти сибирских регионов. Здесь машинка прямострочная и обмёточная машинка и сразу она истачивает и обмётывает и утюжельное место. Приятно здесь находиться, все на высоком уровне, все современно, оборудование совершенно новое и приятно поучаствовать в этом конкурсе. Конкурсанты выполнили два задания. Теория – 30 вопросов и практика. Изготовление комплекта швейных изделий – блузы и брюк из материала двух цветов. На выполнение практического задания отведено пять часов. Экспертная группа большее внимания будет уделять качеству. Это прежде всего соблюдение техники безопасности, это правильность организации рабочего места, это грамотное использование инструментов и приспособлений, грамотное выполнение трудовых приемов. Конечно же, это качество стежков, качество строчек. И в этом году появился новый критерий оценивания. Это использование полного комплекта маркировки и правильность размещения маркировочных знаков. Вручение наград победителям и призерам конкурса состоится завтра. Тройку финалистов ждет денежный бонус – 180 и 60 тысяч рублей. Также разыграют подарочные сертификаты и профессиональную швейную машину. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.